Голосовать предложили студентам колледжа. Лидером стала эта композиция. Но на встрече с министром связи, недовольные макетами, предложили свои варианты. Мне кажется, за него голосовало большинство, потому что его макет сделан более качественно, и они судят по эскизам. Надо выразить же, что мы развиваемся 115 лет как никак, а у нас две трубки, которым 115 лет. Трубки на макете просто устарели, считает Ливон Маркарян. 115 лет – это время с первого промышленного вещания радио. В 1901 году Александр Попов откликнулся на просьбу донских моряков и установил радиоаппарат на острове Перебойном. По радио в Ростов поступала информация об изменении уровня воды, и капитаны не приводили сюда на мель. Установить памятник связистам областные власти задумали на осеннем субботнике. Мы с вами сегодня не бренд разрабатываем, не значок, не логотип, а нечто такое, что будет узнаваемо для нас, для всех связистов. Будет, наверное, очень здорово, что уникальность связистов Дона, она будет иметь какие-то свои очертания. Студентам предложили оформить свои идеи в пластилине и показать комиссии. Победителю пообещали материальное вознаграждение и соавторство в проекте. После того, как определят лучший макет, его обсудят работники связи, а затем и все ростовчане. Приблизительно в этом месте на пересечении проспекта Шолохова и 14-й линии установят памятник работникам связи. Открытие приурочат ко Дню связиста, который традиционно отмечают в конце мая. Юлия Карасюк, Станислав Фоменко, Надону.